На мероприятии, подготовленном управлением культуры, ребятам показали видеоролик «Трезвая Россия. Урок трезвости». После чего перед ними выступили секретарь антинаркотической комиссии Светлана Гренадерова и специалист отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Анапа Евгений Смирнов. Он рассказал о том, как меняется жизнь подростков, ставших на неверный путь. Если несовершеннолетний попался на употребление наркотиков, алкоголя или курения, и он не достиг, естественно, в 18-летнем возрасте, он становится на все возможные виды учета, которые только имеются. По достижении 18-летнего возраста гражданин автоматически снимается с учета комиссии по делам несовершеннолетних, подразделений по делам несовершеннолетних милиции. У врача-нарколога автоматически сняться невозможно. Необходимо будет в течение определенного времени, там, допустим, 2-3 года, ежемесячно будет наблюдаться постоянно у врача-нарколога. Кроме этого, ежемесячно будет посещаться адрес проживания данного гражданина различными комиссиями. То есть будет приходить, проверять. Как альтернативу вредным привычкам ребятам предложили заняться творчеством. В Анапе много различных коллективов. Один из них, театральная студия «Облака», выступил перед гостями, раскрыв тему о вреде курения в своей постановке. У меня аж слеза побежала. Сердце мне так жалко стало. Но только до кровати добрался. Снова звонок раздался. Эта печень вас беспокоит. Может, бросить курить все же стоит? Кроме того, сотрудники Центральной библиотеки ознакомили ребят с выставкой, на которой была представлена литература о здоровом образе жизни, провели экскурсию по зданию и предложили записаться читателями. КОНЕЦ